Стараемся для себя уяснить, а для чего мы дышим. Казалось бы, да, такой вопрос. Наверное, и даже не задумываемся. Дышим постоянно с момента рождения, а зачем мы это делаем? Что это приносит нашему организму? Итак, оценка системы дыхания на аппаратно-программном комплексе «Ведопульс». Если мы говорим сегодня о дыхании, то давайте сначала и начнем с определения, а что же такое дыхание? Ну, дыхание, ну, прежде всего, это процесс, физиологический процесс. И самое простое представление, что это такое, ну, это перенос кислорода из атмосферного воздуха, который мы дышим, клеткам, каждой клеточке нашего организма, и перенос углекислого газа от клеток, то есть того газа, который накапливается, в клетках, и выделение его в окружающую среду. Давайте посмотрим и буквально на каждое слово этого определения. Перенос кислорода из атмосферного воздуха. Ну, все мы со школы знаем, атмосфера, атмосферный воздух, какие-то определенные параметры, атмосферное давление, значит, цифры которого нам регулярно передают сводки погоды. Что же такое атмосферный воздух? Да, дышим кислородом. Но еще, наверное, со времен школьной программы мы знаем, что атмосферный воздух – это не чистый кислород, это газовая смесь, которая состоит из нескольких газов. Одним из этих газов является как раз кислород. И кислорода в атмосферном воздухе всего лишь где-то в пределах 21%. То есть 1,5 газовой смеси атмосферного воздуха является кислород. И этот газ необходим нам, всем живым на Земле, это основные условия жизни, для того, чтобы жить, для того, чтобы получала питание каждая клетка и осуществлялись те процессы, которые мы сегодня немножко затронем, которые будут называться процессом клеточное дыхание. И таким образом вот этот кислород из атмосферного воздуха доставляется каждой клетке. Клетка живет, использует для своей жизни этот самый кислород, а в процессе жизнедеятельности выделяется большое количество так называемых продуктов жизнедеятельности клетки. По большей своей части продукты жизнедеятельности клетки – это продукты кислые. Ну что такое кислые? То есть по своей ПАЖ, по своей, скажем так, природе, это продукты кислые или недоокисленные, так как они образуются в процессе окислительно-восстановительных реакций. Ну и самым таким понятным компонентом, нужно сказать, очень важным компонентом в процессе дыхания и регуляции процесса дыхания является углекислый газ. Но его большое количество, его увеличение во внутренней среде организма может привести, так скажем, к не очень хорошим последствиям, и поэтому система дыхания настроена на то, чтобы углекислый газ удалять из организма процессом выдоха. Итак, мы с вами двигаемся по улице, мы с вами сидим, допустим, дома перед телевизором, либо работаем за компьютером, занимаемся какими-то с вами обычными делами, и мы постоянно дышим. Но мы не обращаем внимания на этот процесс. То есть этот процесс происходит, ну, как бы сам собой. Если нет никаких каких-то изменений, связанных в системе дыхания, нет болезни, да, нет каких-то отклонений, мы даже не обращаем внимания, что же происходит. Но тем не менее, постоянно, да, происходит этот процесс насыщения нашего организма кислородом и удаления из-за этого газа. Ну, для того, чтобы более, так скажем, подробно познакомиться с этим процессом, давайте сначала посмотрим, как устроена у нас система дыхания. То есть разберем основные принципы, анатомии дыхательной системы. Ну, давайте посмотрим на представленный слайд, где мы можем увидеть в разрезе, да, в разрезе систему дыхания. С чего же все начинается? А все начинается с полости носа. Воздух попадает в полость носа. Да, это воздухопроводящие пути. Далее он поступает уже в гортань. Следующим этапом его движения является такая структура, которая называется трахея, или по-другому она еще называется дыхательное горло. И определение дыхательное горло можно еще до сих пор встретить в каких-нибудь старых учебниках или книгах. Но, тем не менее, трахея. Трахея, как мы видим, делится бифуркацией. Деление называется бифуркацией. Разделяется уже на две структуры, которые называются главные бронхи. И каждый из этих главных бронхов проникает в свое легкое. Соответственно, есть бронх главный правый и есть бронх главный левый. Вот посмотрим, да, они через так называемый корень легкого проникают в легкое. И здесь уже в легком главный бронх начинает делиться. Обратите внимание, вот перед нами два легких. Вот это правое и левое. А правое легкое, оно состоит из трех долей. Верхняя доля, средняя и нижняя. Левая легкая включает в себя всего лишь две доли. Верхнюю и нижнюю. Почему? Обратите внимание, вот это вот образование, которое имеется в левом легком, так называемая сердечная вырезка. То есть, если бы мы посмотрели весь органокомплекс, то здесь, так скажем, выделена природа, эволюция и место для расположения сердца. Итак, каждый бронх главный, заходя в легкое, начинает делиться. И вот он делится на бронхи так называемой первого порядка, или мы будем говорить долевые бронхи. То есть, каждый долевой бронх заходит в свою долю. Ну и вот здесь это видно, да? Значит, верхняя доля, средняя и нижняя. Проникнув в каждую свою долю, каждый из этих долевых бронхов продолжает делиться дальше. И делится на бронхи второго порядка, на бронхи третьего порядка и так далее. Если мы посмотрим на вот эту структуру, уберем кровеносные сосуды, голубым и розым, красным здесь не обозначено, то мы увидим, что вот это вот деление бронхов, оно так вот образно напоминает дерево. И поэтому еще говорят о бронхиальном дереве. Это не что иное, как деление бронхов на бронхи все более мелкого-мелкого порядка. Каждый из бронхов, самого, так скажем, мелкого порядка, заканчивается следующей структурной единицей, которая называется ацинус. Мы сейчас про это поговорим и более подробно, потому что именно там будет осуществляться важный процесс, который будет называться газообмен. Итак, полость носа. Дышим через нос. Разберем физиологическое дыхание. Дышать нужно носом. Ну, если нет такой возможности, в силу определенных причин дыхания жить не можем, значит, соответственно, можно делать дыхание и через рот. Итак, дышим носом. Воздух попадает в носовую полость. И здесь он согревается. В чем физиологическое дыхание через нос? Согревается. Здесь он увлажняется. И очищается за счет ворсинок эпителия. И уже такой вот увлажненный, согретый, подготовленный для поступления в более глубокие отделы воздух поступает в дыхательное горло и в дальнейшем проникает в бронхи и в легкие. Итак, разделились бронхи. Увидели мы структуру бронхиального дерева. И чем оканчивается, да, каждое вот это мелкое отделение бронхов? Заканчивается таким образованием, которое называется ацинус. Ацинус – это и есть структурно-функциональная единица легкого. Другими словами, ацинус – это такие воздушные мешочки. Давайте посмотрим. У обычного среднестатистического человека как правило таких среднестатистических людей в медицине называют middleman, да, средний человек. Примерно где-то, как мы видим, около 150 тысяч, да, вот таких вот ацинусов. В каждом из этих ацинусов содержится образование, которое называется альвеола. Вот самая мельчайшая структура бронхиального дерева, где и происходит сам процесс дыхания. Итак, посмотрите, в каждом ацинусе примерно около 2000 альвеол. Значит, путем простых математических преобразований мы понимаем, что альвеол в легких у нас с вами 300 миллионов. Вот эти вот альвеолы, сейчас посмотрим на следующей презентации, это вот эти вот воздушные пузырьки. Но если эти воздушные пузырьки взять и так вот условно раскатать на поверхности, на плоскости, на прямой поверхности, то их суммарная площадь составит, обратите внимание, 80 квадратных метров. То есть вот эти вот 80 квадратных метров – это есть наша с вами дыхательная поверхность, через которую происходит газообмен. То есть движение кислорода в кровь и углекислого газа с крови обратно в атмосферный воздух. Ну, давайте каждый представить, допустим, площадь своей квартиры, дома, офиса, да, и чтобы было так немножко понятно, что такое 80 квадратных метров у нас у каждого внутри, да, легких дыхательной поверхности. И вот это каждая альвеола, она не просто воздушный мешочек, она окружена плотной сетью капилляров. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. Значит, посмотрите, вот то, что мы с вами сейчас говорили. Вот она гортань, трофея, бронхи. Бронхи делятся, делятся еще на более мелкие структуры, и заканчивается это все ацинусами, в которых содержатся альвеолы. Вот они альвеолы, вот они вот эти воздушные микроскопические мешочки, которые заполнены воздухом. Посмотрите, вот их вид снаружи, и это вот в разрезе, что называется, вид изнутри. Посмотрите, снаружи они плотно оплетаются сетью капилляров. Итак, внутри этого воздушного мешочка воздух, а снаружи через тончайшую стенку они окружены плотной сетью капилляров. Теперь давайте представим это относительно вот этих 80 квадратных метров. 80 квадратных метров дыхательная поверхность окружены плотной сетью капилляров. Значит, все, что вдыхается, давайте возьмем сначала норму. Вдыхаем воздух атмосферный, извлекаем кислород. Таким образом, кислород напрямую из полости, вот этой воздушно-микроскопической полости, напрямую сразу же попадает в кровь. Довольно-таки несложный, да, сам по себе механизм перехода. А теперь давайте представим, если человек дышит еще чем-то, помимо обычных газов атмосферного воздуха. Это примеси, которые есть в атмосферном воздухе. Ну, нужно сказать, что наверняка уже мы к ним частично адаптировались. Самое простое, мы можем взять табачный дым, который человек вдыхает добровольно, да, и в нем содержится огромное количество различных примесей, мягко говоря, не очень полезных для нашего организма. Смол, в том числе угарный газ. Ну, я думаю, про угарный газ слышали все, и от того, что наступают отравления угарным газом и гибель от проникновения угарного газа во внутреннюю среду организма. Вот он тоже содержится в табачном дыме. А теперь представим, вот эту вот площадь, 80 квадратных метров, плотно, значит, покрытую сетью капилляров, и газы, которые находятся внутри этого воздушного мешочка, сразу же диффундируют и попадают в кровь. Значит, все, что мы с вами вдыхаем, хорошее или плохое, напрямую попадает в кровь. Значит, отравления различными веществами, веществами, поступающими ингаляционным путем, то есть путем их вдыхания, напрямую сразу поступают в кровь и вызывают отравление в различной степени тяжести. Чего нельзя сказать, допустим, о поступлении различных компонентов через желудочно-кишечный тракт? Да, конечно, все, что мы с вами едим, и все, что попадает вместе с пищей, хорошее или нехорошее, рано или поздно будет попадать во внутреннюю среду организма, то есть в кровоток. Но там вот это поступление будет обусловлено рядом факторов, и мы про это будем еще говорить. Я хочу все-таки сделать такой как бы вот акцент о том, что ингаляционным путем то, что попадает, оно попадает гораздо быстрее в кровь и разносится в каждой клетке нашего организма, нежели чем какой-то другой способ поступления. Итак, двигаемся дальше. Мы поняли, что здесь у нас содержится воздух, и вот этот воздух с содержащимся в нем кислородом, вернее кислород, да, должен проникать во внутреннюю среду организма, то есть в кровеносное русло. Вот эта стенка, вот этого мельчайшего воздушного мешочка, она очень-очень тоненькая, и она устроена таким особым образом, что как раз через эту стенку и возможно движение газа по обе стороны. Так вот эта стенка, она устроена из особых клеток, ну понятно, что это эпителий, ну понятно, я думаю, для, все-таки больше для докторов. Будем так говорить. Это особые клеточки, очень тонкие клеточки, через которые возможно движение газов. Эти клетки будут называться альвеоциты. Ну понятно, альвеола, клетка, альвеоцит. Выделяют альвеоциты двух типов. Альвеоциты первого и второго типа. Альвеоцитов первого типа больше всего. Это именно те клетки, которые пропускают через себя газы. А есть еще альвеоциты второго типа. Их, как мы видим, не так много, где-то в пределах 3-7% от всех имеющихся клеток. И они, ну так скажем, прямого участия в процессе дыхания не принимают. Но они выполняют очень важную функцию. И эта функция, как мы видим, секреция и репродукция. То есть это клетки, которые что-то секретируют. И секретируют они очень важный компонент, который необходим для функционирования системы дыхания. Этот компонент называется сурфактан. Может быть, вы слышали это слово даже не люди, связанные как-то с медициной. Сурфактант применяется в качестве медицинских препаратов. Продается в аптеке. Значит, что это такое? Это вот вещество, которое продуцирует вот эти особые клетки альвеоциты второго типа. Это вещество, которое состоит на 90% из фосфолипидов. То есть это липофильное вещество. И где-то примерно на 10% из белкового компонента. Вот это вещество, оно очень необходимо для дыхания. Почему? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, оно способствует повышению растяжимости легких. И уменьшению, так скажем, трения, да, этой работы трения, совершаемого во время вдоха. А также, второе, думаю, будет более понятно, обеспечивает стабильность альвео и препятствует их слепанию. Вот давайте обратим внимание, да, препятствует слепанию альвео. Вернемся к предыдущему слайду и посмотрим еще раз на структуру легкого. Легкое, ну, мы видели, это парный орган. Легкие – это органы, которые выполнены эластичной тканью. И мы все понимаем, да, что во время вдоха у нас не только грудная клетка увеличивается в объеме, но у нас будут вслед за увеличенным объемом грудной клетки двигаться и легкие. Во время выдоха, когда объем грудной клетки будет уменьшаться, будет уменьшаться и объем легких. Мы сегодня с вами еще попробуем подышать и проследим, что же у нас происходит во время дыхательного акта. Так вот, легкие выполнены эластичной тканью. Помимо этого, они еще являются, как мы поняли, органами воздушными. Они заполнены воздухом. Когда же легкие заполняются воздухом? Во время внутриутробной жизни, то есть когда происходит развитие плода до момента рождения, легкие сформированы, но они не принимают у плода во внутриутробном периоде, я сейчас говорю, участие в процессе дыхания. Легкие плода не дышат. Мы понимаем, плод не имеет связи с окружающей средой. Плод получает питание, то есть кислород по-другому, благодаря особой системе кровообращения. Система эта называется мать-плацента-плод, то есть получает кислород из крови матери. Поэтому все, чем дышит мама, попадает через кровеносную систему к плоду. Вспоминаем про 80 квадратных метров дыхательной поверхности. Если мама курит, если мама находится в помещении, где курят, в котором есть много-много чего, помимо того, что необходимо нашему организму, это все попадает к плоду. И плод при, так скажем, курящей маме, которая обогащает, в кавычках, да, обогащает его, допустим, угарным газом, он начинает совершать, он испытывает, во-первых, гипоксию, это недостаток кислорода. Представьте, развивающийся организм нуждается во всех продуктах питания, да, ну, различных. Мы сегодня говорим о кислороде. Клетка недополучает кислород. И плод реагирует на это. Ну, прежде всего, он начинает более активно совершать двигательные движения. Это один из признаков гипотезии. Это самый простой. Так вот, эмбриональный период. Легкие не дышат. Это два таких спавшихся образования в грудной клетке. Как только ребенок родился, и ребенок сделал первый вдох, закричал, да, вот этот первый крик, это первый вдох, у него нарушается, ну, перерезают пуповину, нарушается плацентарное питание, поступление кислорода, и он начинает дышать самостоятельно. Вот как только он сделал первый вдох, или будем так говорить, сделал хотя бы один вдох, легкие его расправляются и заполняются воздухом теперь уже навсегда. То есть, вот эти вот пузыречки, которые внутриутробно, они были слипшиеся, ребеночек сделал первый вдох, и они расправились, раздулись, заполнились воздухом. Так вот, если у ребенка, рожденного, доношенного, зрелого, да, достаточное количество сурфактанта, ну, как правило, если мы говорим о доношенных и зрелых детях, то сурфактанта достаточно, он как раз и препятствует вот этому вот слепанию альвеоцитов, не дает им слепаться. Если же ребенок родился не доношенный, родился не зрелый, то альвеоциты второго порядка, про которые мы сейчас говорим, альвеоциты второго типа, они продуцируют сурфактанта недостаточно. А значит, вот такого расправленного состояния альвеол, такого маленького ребенка не будет, так скажем, достаточно выражено. И, соответственно, процесс дыхания у него будет идти неполноценно. И такие ребятишки, это называется так называемый синдром респираторных расстройств, ну, какими детьми занимаются врачи-неонатологи. Но я это немножечко сделала такое отступление, практическое, я считаю, чтобы было понятно, какую функцию выполняет вот этот самый сурфактант. Итак, ребенок, родившийся живой, сделал хотя бы один вдох. Легкие его заполнились воздухом. Теперь воздух в легких будет в течение всей жизни, после смерти в легких тоже есть воздух. И давайте тоже я немножко такую расскажу, я думаю, интересную ситуацию, что вот наличие воздуха в легких у детей является основным диагностическим критерием, родился ребенок живой, либо родился ребенок мертвый. Если ребенок ни разу не дышал, то есть он не был живым при рождении, а легкие его не заполнены воздухом. Они два слипшихся образования грудной клетки. Если ребенок сделал хотя бы один вдох, это признак того, что он родился живым. Итак, мы с вами разобрались, как устроена стенка альвеолы. Мы поняли, что есть альвеоциты первого порядка и альвеоциты второго порядка, которые продуцируют сурфактант, который препятствует вот этому вот слепанию альвеоцитов и обеспечивает нормальное функционирование дыхания. Итак, из чего же складывается весь процесс дыхания? Ну вот мы видели с вами строение дыхательной системы. Мы видели, что дыхательная система вначале представляет собой систему трубок, по которым движется воздух. Так вот, давайте посмотрим. Первый этап дыхания – это так называемое внешнее дыхание. Внешнее дыхание осуществляется механизмом, который называется конвекция, то есть конвекционный транспорт воздуха. Другими словами, это движение воздуха по системе воздухоносных трубок из окружающей среды в альвеолы и из альвеолы обратно. Ну что это? Вдох и выдох. После того, как по системе этих воздухоносных трубок воздух был доставлен к альвеолам, то здесь уже начинается второй этап дыхания – это диффузия. Диффузия кислорода из альвеол в кровь, легочных капилляров, то есть движение кислорода из просвета альвеол, те самые капилляры, которые их густо отлетают, а углекислого газа из капилляров, то есть из крови, обратно в альвеолы. И этот процесс движения газов через стенку альвеолы осуществляется путем диффузии. Ну, мы, конечно, подробно не будем разбирать механизмы диффузии, но скажу пару слов. Диффузия осуществляется совершенно пассивным путем. Она осуществляется за счет разницы давления газов внутри кровеносного сосуда и внутри альвеолы. После того, как осуществился вот такой вот газообмен в легких, газ поступает в кровь, да, кислород из альвеол поступил в кровь. Что дальше? А дальше он кровью, газ, кислород должен транспортироваться. То есть следующий этап – это транспорт газа в кровь. Кислород транспортируется благодаря тому, вспоминайте, да, у нас один из первых вебинаров был посвящен теме кровь. Форменные элементы – эритроциты. Благодаря наличию в крови эритроцитов. Именно эритроциты транспортируют газы – и кислород, и углекислый газ. Итак, кислород был доставлен в каждой клеточке, и здесь теперь кислород из кровеносного русла, из капилляров, должен попасть в ткань, в каждую клетку, а из клетки извлекается углекислый газ и попадает в капилляры. Таким образом, осуществляется два как бы газообмена. Один газообмен мы видим в легких, другой газообмен будет происходить в тканях. Вот эти четыре этапа, можно так и сказать, это подготовительные этапы. Для пятого этапа, который мы с вами не разбираем, но мы должны знать, немножко коснемся, это тканевое дыхание. Ну, поступил кислород в клетку, а дальше-то для чего он куда поступил? Ну, по-простому, так скажем, он поступил туда для того, чтобы клетка могла осуществлять свои процессы жизнедеятельности. Если не получит клетка кислорода, она жить не будет. Если не получит кислорода клетка миокарда сердца, мышцы сердца, вы знаете, да, ситуация называется инфаркт. Инфаркт не просто, клетка не живет, не работает. Так и абсолютно в любой клетке. Нет кислорода, нет жизни. Итак, внешнее дыхание. Немножечко пройдемся по всем этапам дыхания. Внешнее дыхание, оно осуществляется благодаря так называемому процессу, который называется биомеханика дыхания. Это увеличение объема грудной клетки, которое обусловлено движением ребер и диафрагмы. Мы сейчас с вами видели картинку, как устроена система дыхания. Мы понимаем, что легкие у нас располагаются в грудной полости, в грудной клетке. Грудная клетка, она ограничена по сторонам 12 парами ребер. Снизу грудная клетка граничит с брюшной полостью посредством так называемой перегородки мышцы, которая называется диафрагма. Так вот, движение грудной клетки, почему оно возможно? Здесь написано движение ребер. Ребра – это костная структура. Это пассивная структура. Сами ребра не двигаться не могут. Их кто-то, так скажем, отодвигает в стороны. Либо в стороны идет увеличение объема, либо наоборот, так скажем, идет уменьшение объема грудной клетки. Это делают, конечно, мышцы. Мышцы – это активная часть вот этой всей структуры, которая принимает участие в биомеханике дыхания. Соответственно, это мышцы, которые будут называться межреберные. Межреберные мышцы сокращаются в процессе дыхания. Сокращается одна группа мышц. Мы их будем называть наружные косые межреберные мышцы. И грудная клетка, за счет, конечно же, того, что двигаются и ребра, она как бы отодвигается кверху, в стороны и кнаружи. Ну так, по анатомии. Вверху, в стороны и кнаружи. В это же время, когда осуществляется вдох, диафрагма – это мышца, мы сказали – она несколько уходит вниз. Что получается? Получается, что за счет работы мышц объем грудной клетки увеличивается. А раз увеличивается объем грудной клетки, то легкие, которые находятся в этой самой грудной клетке, выполненные эластической тканью, идут вслед за грудной клеткой. То есть их объем тоже стал больше. Соответственно, если говорить о законах физики, давление воздуха в увеличенном объеме легких, оно теперь стало меньше, если сравнивать его с давлением в атмосфере. И по законам физики, воздух совершенно спокойно из той области, из области повышенного давления заполняет область пониженного давления. То есть осуществляется вдох. Что же происходит при выдохе? Выдох – это процесс совершенно пассивный. То есть если процесс вдоха, он контролируется центрами, которые располагаются у нас в головном мозге и в спинном мозге, то если мы с вами совершенно спокойно дышим, то есть у нас нет форсированного дыхания. Что это такое? То есть мы сидим спокойно, да, перед монитором компьютера, мы ничем не взволнованы, мы не выполняем никакой физической нагрузки, мы не выполняем никакие дыхательные практики, а дышим совершенно спокойно, то выдох – процесс пассивный. То есть хотим мы того или не хотим, мы все равно будем выдыхать. Что же происходит при выдохе? Мышцы теперь уже совершенно пассивно будут возвращать грудную клетку в исходное положение. То есть диафрагма теперь будет несколько подниматься кверху. Ребра за счет работы, за счет ослабления мышц межреберных, они будут способствовать тому, что она теперь будет возвращаться кнутри, внутрь возвращается ее исходный объем. То есть давление воздуха вот в этих самых мешочках в альвеоцитах, оно теперь несколько стало больше, ведь объем уменьшился, значит, давление воздуха несколько увеличилось, если сравнивать его с давлением воздуха в атмосфере. То по законам физики произойдет выдох, то есть воздух совершенно пассивно будет теперь уходить из легких, мы совершаем выдох, и этот воздух уходит в окружающую среду. Вот осуществился выдох. То есть первый этап – это процесс внешнего дыхания, который, мы сказали, осуществляется путем конвекции. Давайте зададим теперь себе такой вопрос. Вот мы сидим, дышим, и сколько же воздуха, будем так говорить, мы пропускаем через себя за одну минуту. Вот этот параметр называется МОД, ну, понятно, это аббревиатура. МОД – это минутный объем дыхания, то есть количество воздуха, которое вдыхается за одну минуту. Давайте подышим немножечко. Вдох, выдох. Если вот так вот узнать, а сколько же мы так вот воздуха через себя пропускаем через одну минуту, то для этого нам нужно знать два параметра. Первый параметр, который называется дыхательный объем. Дыхательный объем – это то количество воздуха, которое мы вдыхаем и выдыхаем за один раз, то есть за одно дыхательное движение. Опять будем говорить, для middleman, для среднестатистического человека, оно составляет 500 мл. То есть вот мы с вами сидим спокойно, ни о чем не думаем, особо о серьезном. Вдыхаем и выдыхаем за один раз примерно 500 мл воздуха, то есть пол-литра. А ЧД – это частота дыхания. То есть а сколько мы таких дыхательных движений за минуту делаем? Так вот при состоянии здоровья, опять же для middleman, частота дыхательных движений составляет от 12 до 16 раз в минуту. Давайте возьмем среднее – 14. Итак, за один дыхательный акт мы пропускаем 500 мл, дыхательных актов мы сделали 14, посчитали, оказывается, за минуту мы пропускаем через себя примерно 7 литров воздуха в состоянии покоя. Это так называемая легочная вентиляция. А теперь давайте зададим себе вопрос. А все ли эти 7 литров воздуха доходят в эту минуту до альвеол и принимают участие в газообмене? Оказывается, нет. Дыхательная система устроена таким образом, что существует легочная вентиляция, которую мы сейчас с вами разобрали, а существует еще альвеолярная вентиляция. То есть это то количество воздуха, которое принимает участие непосредственно в газообмене. Вот если мы посмотрим на формулу максимальной альвеолярной вентиляции, то она примерно такая же, как и предыдущая, только здесь появляется такой вот параметр, как МП, который нужно вычесть, как мы видим, из дыхательного объема. Что такое МП? МП – это так называемое мертвое пространство. Звучит страшно? У живого человека мертвое пространство. Что это такое, да? У нас у всех есть с вами мертвое пространство в дыхательной системе. Оно называется еще анатомически мертвое пространство. Что это такое? Давайте посмотрим на систему дыхания. Анатомически мертвое пространство – это то пространство воздуха, тот объем воздуха, который находится в воздухоносных путях. То есть это тот объем воздуха, который заполняет воздухоносные пути, но не добирается пока до этих воздушных мешочков, альвеол. Чему он равен? Оказывается, он равен примерно 150 мл. То есть вдыхая мы с вами 500 мл воздуха, мы это уже уяснили, но из этих 500 мл до альвеол от одного дыхательного акта дойдет объем за вычетом мертвого пространства, то есть 500 минус 150 будет 350 мл. То есть до альвеол доберется всего лишь 350 мл воздуха, который будет принимать участие в газообмене. Также умножаем на частоту дыхания. То есть где-то за минуту 75% атмосферного воздуха, который мы вдыхаем, участвует в газообмене. То есть это будет уже не 7 литров, а где-то 5200-5300. Вопрос, а зачем мы делаем такой упор на вот это мертвое пространство? В чем его функция? Функция его в том, что перед тем, как добраться до альвеол, там, где будет осуществляться газообмен, воздух должен согреться, увлажниться и очиститься. В этом его физиологическое предназначение. Ну, его не физиологическое, а практическое предназначение можно разбирать в интересных наших житейских ситуациях. Вот, допустим, все вы видели противогазы старого образца с такими длинными шлангами, через которые происходит дыхание. Теперь представьте себе, что воздух, чтобы добраться до альвеол, должен пройти через естественное анатомическое пространство, но он еще должен двигаться по вот этой трубе, соответственно, этого шланга, да, вот этого противогаза, как анатомически мертвое пространство, как насколько удлиняется, какая там часть воздуха будет добираться до альвеол. Ну, это старые модели и особенности работы. Двигаемся дальше. Итак, можно оценить функцию легких. Функцию легких оценивают, ну, прежде всего, врачи-пульмонологи, да, врачи-аллергологи. Функцию дыхательной системы оценивают перед тем, как отправить служить в армию, то есть в военкомате. Многие, может быть, из вас проходили эти тесты по оценке системы дыхания. Что такое функциональная характеристика легких? Это те объемы, которые она себя включает. С одним объемом мы уже познакомились. Это дыхательный объем. То есть это тот объем воздуха, который мы вдыхаем, а выдыхаем совершенно в спокойном состоянии. А теперь давайте немножко с вами поработаем, да, вот на себе практически. Вот дыхательный объем – это спокойный вдох. Давайте попробуем сейчас все, кому интересно, сделать спокойный вдох, а затем, не прерываясь, сделать еще дополнительный вдох, что есть мочи. То есть вдох и еще дополнительный вдох. Если получилось, а это должно получиться, помимо обычного объема, вы можете вдохнуть в себя еще дополнительный объем воздуха, и этот дополнительный объем будет называться резервный объем вдоха. Так вот, если дыхательный объем составляет 500 миллилитров, то дополнительно после обычного вдоха мы можем вдохнуть еще в себя где-то примерно литр 200-литр 500 в воздух. Это характеристика функционирования системы дыхания. А теперь давайте попробуем сделать в обратном направлении. Сделаем спокойный выдох, а затем без всяких перерывов постараемся выдохнуть из себя еще дополнительно воздух, сколько получится. Итак, выдох. И выдыхаем сразу же, что еще можем. Ну, думаю, получилось еще выдохнуть, да, помимо основного дыхательного объема. Так вот, оказывается, что после спокойного выдоха, вот посмотрите, да, вот это графическое изображение, график идет вниз, мы можем выдохнуть еще так же примерно где-то около полутора литров воздуха. Значит, получается, что если мы будем дышать глубоко, то есть делать глубокий вдох и глубокий выдох, мы получим такой очень важный параметр для оценки системы дыхания, как общая емкость легких, которая включает в себя и дыхательный объем, и резервный объем вдоха, и резервный объем. Вот мы сейчас с вами сделали такой небольшой эксперимент. Мы сделали выдох и выдохнули прям максимально все, что могли. И казалось бы, да, ну больше нечего выдыхать, в легких не осталось ничего. Однако это не так. Мы сказали, что в легких воздух есть. Так вот, даже после самого максимального выдоха в легких остается воздух. И этот объем, который остается в легких, он называется остаточный объем легких. И этот объем составляет примерно около 1 литра воздуха. Ну, в среднем. Опять же, основываясь на остаточном объеме легких, в судебной медицине он является одним из диагностических критериев, допустим, установки причины смерти. Ну, детективы все читаем, да, фильмы смотрим иногда. И вот, допустим, нужно установить причину смерти. Удушение или там сначала утопили, или сначала удушили и так далее, да. То есть если в легких есть воздух, то это, конечно, изначально было удушение, а потом уже утопление. Ну, это так вот уже. Такое как бы отступление. Так вот, эти характеристики, они все дают представление о функционировании системы дыхания. Понятно, что у людей, у которых развита грудная клетка, у которых контролируемое дыхание, эти объемы будут отличаться от параметров среднего человека. У людей, которые занимаются спортом, давай, любым спортом, ну, прежде всего, это пловцы, грибцы, объем грудной клетки большой, дыхательные объемы будут тоже большие. У певцов, оперные певцы, да, трубачи, им нужно выдувать большое количество воздуха. Объем воздуха, эти объемы будут гораздо выше, чем у миддлмен. У человека, которого есть изменения в структуре дыхания, значит, это будет выходить и на изменение функции дыхания, эти объемы будут, конечно же, снижены. Дальше. Вот мы с вами подышали, провели воздух через систему дыхательных трубок, согрели его, довели его до альвеол, а следующий этап, мы с вами сказали, это газообмен в легкие. Итак, давайте посмотрим, ну, вот на картинке, думаю, довольно-таки понятно нарисовано. Воздух, который находится в альвеолах, вот она стеночка, к ней прилегает кровеносный капилляр, в котором находится кровь, в крови находятся клетки, вот они, эритроциты. Мы с вами говорили о том, что это особые клетки, которые не имеют ядра, но зато в них есть такое очень важное образование, которое называется гемоглобин. Так вот, посмотрите. Из воздуха, который находится в альвеолах, газ, кислород, через вот эту вот тончайшую стенку, это называется аэро, воздух, гематический барьер, кровь. Через вот этот аэро-гематический барьер кислород проникает в кровь и проходит через эритроцит. То есть, ну, присоединяется, будем так говорить, к эритроциту. Таким образом, кровь, подходя к легким, она обогащается кислородом и становится артериальная. То есть, артериальная кровь – это кровь, которая богата кислородом. Из крови, из того капилляра, который подошел к альвеоциту, к легкому, мы видим газ СО2. Он, наоборот, уходит и попадает в просвет альвеолы и в дальнейшем будет выдыхаться. Таким образом, в легких осуществился газообмен. Кровь обогатилась кислородом, стала артериальная, а пришла-то она к капилляру венозная. Значит, произошло изменение содержания газа в крови. И теперь такая артериальная кровь, богатая кислородом, от легких отходит и начинает двигаться по всему организму и кислород доходит до каждой клетки. Итак, давайте посмотрим на следующий слайд, где мы видим схематичное изображение, как транспортируется кислород. Кислород попал в эритроцит. В эритроците находится гемоглобин. И сейчас мы с вами связываем два очень важных процесса функционирования двух физиологических систем. Это система дыхания, которую мы сегодня разбираем, и функцию крови. То есть эти две системы, они между собой неразрывно связаны. Итак, к гемоглобину присоединяется кислород. Так вот, оказывается, что к одной молекуле, если мы говорить будем сейчас о молекулах, к одной молекуле гемоглобина присоединяется, посчитаем, 4 молекулы кислорода. Причем они присоединяются не сразу все вместе. Посмотрите, они присоединяются поэтапно. И это называется принцип кооперации. Присоединившись одна молекула кислорода ускоряет присоединение второй. Присоединившаяся вторая молекула кислорода ускоряет присоединение третьей, и, соответственно, третья будет ускорять присоединение четвертой молекулы кислорода. Таким образом, кислород транспортируется кровью, крови эритроциты, в которых содержится гемоглобин. И задача эритроцитов и гемоглобина – доставить кислород в каждой клетке нашего организма. Итак, мы поняли, что кислород связывается с гемоглобином. Есть очень важное понятие, которое используется в медицине, физиологии для оценки в целом состояния организма человека. Такое, как кислородная емкость крови. Кислородная емкость крови – что это такое? Это количество кислорода, которое может связать гемоглобин при условии его полного насыщения. Кислородная емкость крови. Давайте будем вспоминать то, что мы с вами уже разбирали. Гемоглобин – это показатель красной крови, который у нас исчисляется в единицах, называемых грамм на литр. Один грамм на литр. Так вот, в среднем, ну, понятно, что у мужчин и женщин содержание гемоглобина разное. Давайте возьмем усредненный вариант, который подойдет и мужчинам, и женщинам. Это 140 грамм на литр кислорода в крови. Показатель совершенно нормальный. Так вот, оказывается, что один грамм гемоглобина связывает вот такое количество миллилитров кислорода. Это идеальное количество, здесь написано, 1,39 мл кислорода связывает один грамм гемоглобина. Давайте, опять же, сделаем несложные подсчеты и увидим, что при количестве гемоглобина нормально он связывает каждый грамм такое количество кислорода, и мы получим 194,6, ну, округлим 200 мл кислорода у нас находится в одном литре крови. Совершенно нормальное количество кислорода, которое будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность каждой клетки нашего организма. Ну, опять же, middle man, да, количество крови где-то примерно 5 литров, общее количество крови. Таким образом, мы понимаем, что в общем объеме крови где-то примерно будет 1 литр кислорода. А теперь давайте вспомним такую ситуацию, которая называется анемия. Анемия, ну, по-простому, да, ее называют еще малокровие. Причин анемий много. Самый распространенный – это железодефицитная анемия, да, это анемия связана с хроническими кровопотерями. Ну, анемий самое, ну, их очень много, и причин их много, и не наша задача сегодня, да, разбираться и копаться в причинах анемий. Но что характеризует все анемии, всю группу, да, этого заболевания? Это то, что в крови снижены показатели как раз эритроцитов гемоглобина. Давайте представим, что гемоглобина, а мы знаем, что все, что меньше 110, 109 – это уже считается первая стадия анемии, да. Давайте возьмем у какого-нибудь исследуемого концентрацию гемоглобина в крови, ну, хотя бы 100. Вот если мы вместо 140 возьмем 100 и умножим на этот же самый показатель, то мы получим, что в одном литре крови у пациента с анемией будет уже 139 миллилитров кислорода. 200 и 139 – разница ощутима. То есть дыхательный процесс осуществляется совершенно нормально. Пациент дышит, у него нет никакой там патологии легких, воздух нормально дефундирует, но нет перевозчика, переносчика, который связывает кислород и доставляет его каждый лет. А значит, каждая клетка будет испытывать пищицид кислорода. А значит, она будет испытывать ситуацию, которая называется гипоксия. То есть кислородное голодание, недостаточная атрофика, недостаточное питание, отсюда все симптомы. Не с самыми такими наглядными проявлениями. Раз клетка недополучает ресурсов, что она быстрее устает, и мы увидим общую астонизацию организма. Быстрое истощение, астонизация по-другому. Значит, вот что такое кислородная емкость крови и какова же роль красной крови. Мы сделаем вывод чуть позже, да, мы скажем, что это функция дыхания. Сейчас мы с вами продолжим двигаться по системе дыхания, разберем функционирование ее в дальнейшем, и уже перейдем непосредственно к работе на АПК-видополь. Итак, мы с вами разобрали, да, как двигается воздух, как он поступает в альвеолы, как из альвеола он двигается в кровь, то есть проникает в эритроцит. Эритроцитом, а именно гемоглобином, он разносится к каждой клетке, и вот подойдя к клетке, осуществляется следующий этап дыхания, который называется газообмен в тканях. Ну, если мы посмотрим, опять же, на представленный слайд, то мы понимаем, что артериальная кровь, вот она обозначена красным цветом, это кровь, богатая кислородом, она подходит к клеточкам, и здесь к этим клеткам из эритроцита через тончайшую стенку кровеносного сосуда под названием капилляр происходит диффузия кислорода в клетку, а из клетки извлекается углекислый газ, продукт жизнедеятельности клетки, и он поступает в кровеносное русло. И вот на этой мелкой картинке посмотрим, хотя бы цвета видно. Значит, поступает красная артериальная кровь в клеткам, происходит отдача кислорода, кровь забирает углекислый газ, и теперь уже от клеток отходит кровь венозная, той, которой мало кислорода, но много углекислого. Эта кровь венозная вновь поступает к легким, вот, да, у нас легкие, и здесь осуществляется еще раз газообмен, да, и все начинается снова. Кровь обогащается кислородом, от легких она оттекает артериальная, проникает к тканям, ткани получают кислород для своей жизнедеятельности. Таким образом, мы с вами прошлись по всем этапам дыхания. Дошли до клетки, обеспечили ее кислородом. Еще раз хочу сказать, что вот эти процессы перехода газов из клетки в кровь, и из крови в клетку, да, движения газов из альвеоцита в кровь, из крови в альвеоцит, осуществляется совершенно пассивным способом, путем диффузии, который основан на концентрации газов в той или иной среде. Такое понятие, может быть, тоже встречали, существует понятие, как сатурация газов. Сатурация кислорода, прежде всего, в артериальной крови, той крови, которая богата кислородом, то есть напряжение газа в артериальной крови кислорода в идеале 100 мм ртутного столба, но в среднем где-то это в пределах 96-97 мм ртутного столба, где-то вот в их. Это напряжение газа в артериальной крови. Тогда как напряжение кислорода в ткани очень-очень маленькое, так как клетка-то его израсходовала уже, допустим, 20, и, соответственно, подходит в кровь, в которой кислорода много, практически 100, а в клетке 20, то совершенно пассивным путем, путем диффузии кислород проникает из крови в клетку и насыщает ее таким образом кислородом. Вот, да, вот два процесса, которые мы с вами разобрали. На одном слайде представлено. Газообмен в легких, кровь обогатилась кислородом, видите, пришла венозная, стала артериальная, артериальная кровь пошла к клеткам, клетки забрали кислород, отдали углекислый газ, кровь стала венозная, и таким образом и происходит у нас в течение всей жизни. Вот это вот движение крови бесперестанное, да, и газообмен. И вот это все, что мы сейчас с вами разобрали, нужно для того, чтобы осуществилось клеточное дыхание. То есть кислород, который мы сейчас с вами так постепенно составляли к клетке, он необходим для того, чтобы там осуществилось клеточное дыхание. Клеточное дыхание – это процесс ферментативный, это процесс биохимический, и клетку, ну, наверное, можно представить такой своеобразной биохимической лабораторией, которая осуществляет огромное количество ферментативных процессов. Эти все процессы не могут проходить без кислорода. В результате чего, в результате этих ферментативных процессов осуществляется, ну, прежде всего, расщепление там, луков, жиров, углеводов, которые окисляются, посмотрите, да, окисляются, углекислого газа и воды, образуется энергия, которая запасается в виде макроэргических соединений. Энергия позволяет нам с вами жить. Это вот совсем на простом на таком уровне, то есть кислород необходим для того, чтобы клетка могла осуществлять свою жизнедеятельность. Таким образом, мы завершили все этапы дыхания, довели кислород до клетки, уяснили, для чего это все необходимо. И теперь давайте сопоставим вот эти два процесса – дыхание и движение крови. Вы поняли, да, что два процесса между собой неразрывны. Не может быть дыхания без функции крови, не может быть функционирования крови без функционирования дыхания. Итак, кислород. Кислород транспортируется гемоглобином. Присоединяется к гемоглобину, образуется соединение, называющееся оксигемоглобин. Доставляется к каждой клетке, освобождается, отдает гемоглобин кислород, стал свободным. Гемоглобин теперь свободный, но это очень-очень короткая продолжительность времени. Потому что к этому же гемоглобину тут же присоединится углекислый газ и образуется соединение, которое называется карбгемоглобин. И вот этот карбгемоглобин, гемоглобин с углекислым газом, идет в легкий, и там происходит диффузия, и мы СО2 таким образом выдыхаем. Но вот гемоглобин – это очень уникальное соединение. Оно присоединяет не только вот эти газы, кислород и углекислый газ. Мы сегодня уже вначале упоминали такой газ, как угарный. Так вот угарный газ, которым человек дышит и даже не замечает, чем он дышит, потому что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, то есть его никак распознать невозможно. Система дыхания функционирует. Так вот гемоглобину легче присоединить к себе не кислород, а угарный газ. Формула его будет СО. Если гемоглобин присоединит к себе угарный газ, он будет называться карбокси-гемоглобин. Это очень прочное, очень тяжелое патологическое соединение, которое уже не может распадаться с образованием свободного гемоглобина. То есть гемоглобин, который присоединил к себе угарный газ, кислород уже присоединять к себе не может. А раз он присоединять к кислород к себе не может, кислород без гемоглобина клеткам доставляться не будет. Клетка будет испытывать кислородное голодание. То есть от чего наступает, ну так скажем, смерть клетки и гибель организма? От гипоксии. Но гипоксии связаны с кислородным голоданием, кислородной недостаточностью на уровне клетки. Вроде как и кислород есть в крови, но нету той структуры, которая бы его перевозила, потому что эта структура забита угарным газом. Вот в этом опасность и коварность угарного газа. Потому что его почувствовать нельзя, и таким образом наступают последствия. Итак, функция эритроцитов и гемоглобина дыхательная. То есть у нас круг замкнулся. Дыхание и систему крови мы соединили воедино. И теперь мы понимаем, что эритроциты и гемоглобины функция дыхательная. Конвекция, движение газов – это как бы все транспортные, все мероприятия. Не будет достаточного количества эритроцитов, не будет достаточного количества гемоглобина, и процесс дыхания тоже будет нарушен. Итак, значит, мы с вами говорим сегодня о дыхании, о кислороде, о способах его, так скажем, движения по нашему организму, зачем это нужно. А по большому счету мы с вами говорим о таком понятии, как прана. Ну, прана напрямую, как мы видим, ассоциируется с кислородом, который мы сейчас уже с вами выяснили. Он необходим для процессов окисления и образования энергии в клетке, то есть обеспечивает нам с вами жизнь. Однако, как мы видим, прана – это не вот само представление кислород, газ кислород. Это энергия, которая как раз и извлекается вот в сложном биохимическом процессе тканевого дыхания. И это та энергия, которая обеспечивает нам жизнь, то есть дает силу жизни, энергию жизни. Вот прана. Таким образом, мы подошли к этому понятию, от физиологии уже к представлениям о юридическом. Итак, прана концентрируется в мозге и управляет многими бессознательными висцеральными функциями. Висцеральными, то есть это работа наших внутренних органов и систем. И, как мы видим, в первую очередь осуществляет контроль над процессом дыхания. А что делает дыхание, мы сейчас с вами выяснили. Плюдаемся дальше. Вот мы поняли, как функционирует дыхание. Теперь буквально, ну так, очень неподробно, да, основные моменты какие-то мы рассмотрим. Это расстройства дыхательной системы. Так вот, расстройства дыхательной системы, ну что к ним относятся? Это все респираторные заболевания, с которыми мы сталкивались все. Это простуда или по-другому это вирусные инфекции. Грипп – это тоже вирусная инфекция, острая респираторная, ну такая более зло протекающая. Это болезни горла. Сюда относятся различные лярингиты. Это поражение гортани, там где находятся голосовые связки. И основным проявлением лярингита является изменение голоса. Осиплость, охриплость. Это трахеиты. Это идет изменение уже на уровне трахеи. Ну, бронхиальная астма, да, что вот здесь я вынесла. Пневмония, как инфекционное, такое вот воспалительное заболевание. Так вот, практически все расстройства дыхательной системы, они связаны с нарушением капхи. Почему капхи? Потому что капха – это все, что связано со слезеобразованием. Мокрота – это продукция клеток эпителия дыхательного. Но нельзя так однозначно говорить про капху. Легкие являются влюбленным местом для ваты. И одним из проявлений ваты, будем так говорить, в ДОШа, который мы рассматриваем, в прана. Так вот, именно через легкие прана, то есть жизненная энергия, переходит в организм. Поэтому в основном, если мы говорим о расстройствах дыхательной системы, то это в основном будет касаться, прежде всего, нарушением капхи и ватт. Сегодня, в теме нашего вебинара, мы так посовещались, с нашими коллегами и решили разобрать, нарушение функции дыхания, нарушение респираторной функции, связанной с простудными заболеваниями, ну, грипп, простудные заболевания, грипп. Ну, во-первых, это сейчас, наверное, актуально, потому что зима, то есть осень, зима, холодное время года, всем известным является этот период всплеском респираторных заболеваний. Так вот, давайте разберем, как проявляются простудные заболевания по различным типам конституции, что мы можем увидеть на видопусте. Итак, понятно, что простуда или острые вирусные респираторные заболевания или инфекции, как нам часто пишут врачи ОРВИ, одно из самых распространенных заболеваний, настолько распространенных, что в определенные периоды года цикличность, во-первых, имеет осенний и зимний период, может даже носить характер эпидемии. То есть заболевание, во-первых, передающееся воздушно-капельным путем, может охватывать большие массы населения, соответственно, болеть может огромное количество людей, что влияет, ну, прежде всего, на их качество жизни и на указатели работоспособности. Итак, простудные заболевания, они вызываются самыми различными вирусами. Вирусов много. Это риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, различных штаммов А, Б, различных подвидов. И мы постоянно сталкиваемся с этими вирусами, ведь мы поняли, да, мы дышим постоянно, мы не можем не дышать. Мы бываем в различных местах скопления большого количества людей. Кто-то болеет, кто-то чихает, вирусы распространяются. И мы дышим этим воздухом, соответственно, эти вирусы проникают в наш организм, но не обязательно, что все болеют. Да, кто-то болеет, кто-то не болеет. Так вот, болезнь, она является следствием сниженного иммунитета. И вот мы, когда разбираем, обучаем работе на видопульс, мы всегда говорим о показателях стресса. Так вот, встреча организма с вирусом – это тоже стресс-реакция. И здесь уже идет, что называется, кто кого. Если организму хватает приспособительных реакций, да, защитных сил, достаточно выраженной иммунной реакции, он может не заболеть. Если, соответственно, организм ослаблен, а вирулентность высокая у какого-то возбудителя, то есть он очень агрессивен, вот в этом случае возникает процесс. Кто-то, да, инфекционно-воспалительный. И вот эта простуда, ОРВИ, может быть как острым процессом, чаще всего и заканчивается. Но иногда это может явиться начальным звеном, ступенью для развития других болезней. Ну, сегодня мы говорим о болезнях дыхательной системы. Давайте посмотрим особенности проявления простуды по различным типам. Простуда вата типа. Вата, да, это проявление воздуха, влияние воздуха, эфиров, преобладание. Так чем же характерна простуда вата типа? Ну, прежде всего, это кашель. Кашель сухой. Слизи вырабатывается в небольшом количестве. Кашель очень болезненный. Сам процесс кашля болезненный, потому что сухой мокрота отходит плохо, и ее мало, сухо, больно. Пототип – это всегда беспокойство, поэтому часто встречается бессонница, как проявление повышенной возбудимости. И охриплость или потеря голоса. А мы сказали, что охриплость или потеря голоса характерна для лярингитов, то есть в процесс будет затронута гортань. Следующая простуда – это простуда питотипа. Так вот, простуда питотипа, она сопровождается сильной лихорадкой. То есть все, что связано с воспалительными процессами по питотипу, это всегда иперергический тип реакции. То есть если температура, то фибрильная. Фибрильная температура – это высокая температура, та, которая больше 38 градусов. Это будет являться фибрильной температурой. То есть простуда питотипа – это температура 39, под 40. Это боль в горле, это гиперемия лица. И выделяется желтая, ну, правильнее так сказать, гнойная мокрота. Даже, возможно, кровенистая или с прожилками крови. Это характерно для простуды питотипа. Следующий тип – капха. Сказали, что респираторные болезни в основном – это расстройство капхи. Так вот, если это простуда капха, это все, что связано с повышенным слезеобразованием, то, соответственно, и основные критерии простуды капха типа – обильное отделение мокроты. Основным критерием является. То есть скопление слизи, отделение слизи – это насморк, это все, что называется, выделяются различные секреты. Гиперпродукция, насморк, боль в горле, кашель. Но кашель такой, вот знаете, будем разбирать, характерно булькающий кашель. То есть мокроты образуется много, возможно, она может недостаточно хорошо вначале отходить, потому что ее много, характерен такой влажный кашель. Еще раз назовем его булькающий кашель. Ну, остальные проявления простуды, да, это ломота во всем теле, озноб, повышение температуры. Но для капха типа повышения температуры не будет никогда в фибрильных значениях. То есть это всегда будут субфибрильные цифры. Это 37,2, 37,3. Такой, как бы, вот затянутый процесс. Это вот проявление простуды по капха типу. Давайте посмотрим, как можно оценить изменения дыхательной системы на видопульсе. На видопульсе мы можем оценить благодаря тому, что мы будем смотреть на модули меридианы, модуль биоэнергетика и модуль недана. Давайте все в порядке. Если мы будем говорить об изменениях на АПК-видопульс, характерных для вата типа, но прежде всего это модуль меридианы, нужно будет посмотреть на состояние меридиана легкого. Если мы увидим, что по меридиану легкого идет напряжение, то есть он попадает в красный цвет, то это всегда будет свидетельствовать об остроте процесса, который будет сопровождаться сухим кашлем. Мы сказали, да, продукция из слизи, она не выражена. И вот этот вот сухой кашель, он такой изматывающий, он болезненный, он может приводить к бронхоспазмам, то есть нарушению проведения дыхания по бронхиальному дереву. Как бы происходит спазм, уменьшается просвет бронхов, дыхание становится затрудненным. Если же мы увидим истощение по меридиану легкого, то есть меридиан легкого будет попадать в желтую часть спектра истощения, то это будет в основном свидетельствовать уже не об остроте процесса, а о каком-то уже хронизации процесса, то есть долготекущем процессе или даже уже о его хроническом состоянии. То есть это может быть даже простудное заболевание, особенно если они частые простудные заболевания, то могут привести к осложнениям и к осложнению такому серьезному, да, как бронхиальная астма. Так как слизи продукции выделяется недостаточное количество, и это сопровождается бронхоспазмом, то бронхиальная астма, она будет как раз вот с таким вот бронхоспастическим компонентом. Связанных с нарушением проводимости воздуха по суженному диаметру бронхиального дерева. Вот давайте посмотрим, что мы можем увидеть уже непосредственно вот своими глазами. Ну вот здесь я показываю, что это представитель, да, вата типа, это у нас вкладка баланс. Здесь я взяла ситуацию, когда меридиан легкого, вот он, первый меридиан, находится в состоянии напряжения, что свидетельствует об остроте процесса. И здесь я привожу еще характеристики у этого человека по модулю биоэнергетика. Значит, модуль биоэнергетика – это биоэнергетическое поле, вот эта вкладка. Где у нас рассчитывается мощность энергетического поля? Вот здесь возникает много вопросов. Давайте сейчас сразу их и разберем. Значит, просчитывается мощность энергетического поля для конкретного человека. Условно, она принимается за 100%. Соответственно, этот показатель может быть как меньше 100%, вот что мы здесь и наблюдаем. Также этот показатель может быть и больше 100%, может быть 120-160. Такое тоже возможно. А далее перечисляются все наши внутренние системы висцеральные. И идет распределение энергетического, так скажем, распределения по всем этим органам относительно вот этих вот 58 и 5. Еще раз. Вот этот показатель мощности энергетического поля – это то, что есть у данного конкретного пациента. Но это его, как будем говорить, все возможности. А раз все, значит, это все, что есть. Вот относительно вот этих все, что есть, идет распределение по органам и системам. И давайте посмотрим. На бронхолегочную систему приходится практически половина – 48,4. То есть это говорит не только об остроте процесса, а о выраженной остроте процесса со стороны меридиана легкого. То есть о выраженности остроты процесса связано с изменением вот респираторной функции. Вот если мы говорим о мощности биоэнергетического поля, давайте возьмем в качестве примера 100%. 100% – это вот норма. То распределение между всеми вот этими вот системами, которые у нас есть в норме, должно составлять примерно 8, 9, 10%. То есть такое условно-относительное равномерное распределение энергетики. Если мы видим, что какая-то система тянет на себя, что называется, большую часть энергетики, как в данном случае, с чем это можно сравнить? Очень условно. Условно, да? Давайте сравним это с кровотоком. Если кровоток в каком-то органе увеличивается, а мы сейчас это с вами разобрали, то количество всех энергетических процессов в этом органе тоже растет. То есть метаболические процессы возрастают. Значит, он тратит большое количество энергии и работает, с большим затратом энергии работает износ. Вот примерно такая же ситуация и здесь. Значит, в целом мощность энергетического поля истощена. Ну, возможно, это какой-то процесс, да, болезнь какая-то, которая требует многих энергетических затрат. Но из всего, что есть, половина берет на себя бронхолегочная система. Значит, мы можем сделать вывод, что какая-то острота, скорее всего, воспалительного процесса, она идет именно со стороны меридиана легкого, значит, затронута дыхательная система. Табхотип, скорее всего, это будут те проявления, о которых мы сказали, это лающий, болезненный, сухой кашель. Следующая ситуация. Так. Сейчас, извините, я немножко перескочила. Так. Так, мы это разобрали. Дальше. Изменения, характерные для питотипа. Что мы можем увидеть на видопульсе? Ну, опять же, напряжение меридиана легкого свидетельствует об остроте процесса. То есть, это будет говорить о том, что процесс выражен. Это всегда будет сопровождаться отхождением гнойной мокроты и лихорадкой. Мы говорили об этом. Это фибрильные цифры температуры. Если же мы будем наблюдать истощение по меридиану легкого, то есть, меридиан легкого будет попадать в желтую часть спектра, то это, как правило, либо это будет говорить об остаточных явлениях, либо это, опять же, хронизация процесса. Хронизация процесса, ну, мы разбираем, опять же, такое вот грозное осложнение, как бронхиальная астма. То есть, если мы будем говорить о бронхиальной астме, связанной с питотипом, то это всегда бронхиальная астма инфекционного генеза, то есть, воспалительного характера, что характерно для питотипа. Ну, теперь давайте посмотрим то, что мы можем увидеть. Вот здесь я сделала такую подборку, как мы видим, да, это представитель питотипа, но у этого представителя питотипа, меридиан легкого, он находится в состоянии истощения. То есть, вот смотрите, он попадает в желтую часть спектра. Значит, он находится в состоянии истощения. Если мы посмотрим распределение биоэнергетики по системам, мы видим, что бронхиальная астма всего лишь 0,5%. Ну, это катастрофически мало. То есть, бронхиальная астма затронута, какой-то затянувшийся процесс, либо хронический процесс связан вот с нарушением функционирования системы дыхания. Изменения, характерные для капхотипа. Что можно увидеть, опять же, на фидопульсе? Если это идет напряжение меридиана легкого, это острота процесса, которая будет свидетельствовать о гиперпродукции слизи, которую мы увидим и услышим, правильнее будет сказать, кашлем у пациента, как мы его назвали, булькающим. То есть, с большой пародукцией слизи она откашливается довольно-таки хорошо, но и ее много. Если же будет наблюдаться истощение по меридиану легкого, то есть, все, что попадает в желтую часть спектра, это, опять же, хронизация, остаточные явления. Если мы будем говорить о таком осложнении по капхотипу, как бронхиальной астмы, то есть, в целом бронхиальная астма – это заболевание, которое связано с нарушением движения воздуха по воздухоносным путям, прежде всего, по бронхам. И основным критерием бронхиальной астмы является затрудненный выдох. Причина его бывает разная. У ваттотипа мы говорим о бронхоспазме. У капхотипа, два противоположных типа, если мы возьмем, то это гиперпродукция слизи. Но слизь, так как мы видим, что меридиан легкого находится в состоянии истощения, она будет отходить очень плохо. Это хронический процесс. И это будет сопровождаться образованием, так скажем, скоплений слизи, комочков слизи, которые будут препятствовать нормальному движению воздуха, нормальному функционированию системы дыхания. Давайте посмотрим, как это может быть выражено. Вот здесь, что мы взяли. Мы взяли яркого представителя капхотипа. Берем ситуацию, когда меридиан легкого находится в состоянии напряжения. То есть это уже свидетельствует об остроте процесса. Об остроте процесса нам будет свидетельствовать распределение биоэнергетики по системам. Мы видим, что бронхолегочная система забирает на себя 36,7% от всего имеющегося. То есть это говорит о каком-то выраженном остром процессе, в котором мы увидим пациента с какой-то субтубрильной температурой и выраженным булькающим кашлем. Следующая вкладка, которую мы разбираем, это «Недана». В вкладке «Недана» мы смотрим разрешение субдоша. По вкладке «Недана» мы должны посмотреть изменения прановата и изменения оваламбака капха. Вот две субдоши, которые будут нам нести информацию о том, что есть какие-то изменения со стороны функционирования системы дыхания. Давайте сначала просто остановимся на прановата. Мы с вами уже выяснили, что прана – это та жизненная энергия, которая непосредственно связана с легкими, то есть она связана с функционированием и дыхательной системы, и системой крови, в частности с гемоглобином. То есть та энергия, которая нам обеспечивает в целом наш жизненный тонус. Так вот, если мы в целом увидим снижение прановата, мы сейчас посмотрим это все в виде иллюстрации, то это всегда будет свидетельствовать об общей астенизации организма. Общая астенизация организма – это ослабление, слабость, нет никаких жизненных сил, человек очень быстро устает, утомляется. Ничего неинтересно. И бывает ситуация, которая выражена в виде напряжения прановата. Так вот, если будет напряжена прановата, то это острота процесса, которая связана с затратой большого количества энергии. Давайте посмотрим, как это может быть наглядно. Итак, в данной ситуации вата-доша, вкладка субдоша, вата-доша мы смотрим, что прана меньше, чем это необходимо, то есть она находится в желтой части спектра. Здесь мы можем говорить об общем каком-то ослаблении жизненных сил. А если прана-авата напряжена, вот она попадает в красную часть спектра, как в второй картинке, то мы понимаем, что здесь идет какое-то напряжение со стороны, ну, прежде всего, функционирования системы дыхания. Напряжены, работают активно, тратят огромное количество энергии. Теперь давайте посмотрим сочетаемость прановата и оваламбака-капха. Так вот, разберем такую ситуацию, если будет наблюдаться напряжение прановата и напряжение оваламбака-капха. То это всегда будет говорить, ну, прежде всего, об остроте процесса, связанном с гиперпродукцией слизи. Вот это выглядит таким вот образом. Мы смотрим, что прановата напряжена, и оваламбака-капха, вот посмотрите, как далеко уходит в красную часть спектра. То есть тоже находится в состоянии выраженного напряжения. Оваламбака – это все, что связано со слизепродукцией, ну, прежде всего, дыхательных путей. Итак, процесс, скорее всего, будет острый. Процесс напряжения связан с гиперпродукцией слизи. Дальше разберем такую ситуацию. Опять же, мы все разбираем в вкладку недана-субдоша. Напряжение прановата и истощение оваламбака-капха. Вот, напряжение вата, прановата всегда говорит о том, что здесь идет какой-то активный процесс, да, напряжение. Но при этом оваламбака-капха заблокирована. То есть какой-то острый процесс, процесс, связанный с остротой в дыхательной системе, будет сопровождаться с недостаточным образованием слизи. Типа функция, да, слизи образования оваламбака-капха будет заблокирована. Ну, вот такая картинка. Прановата напряжена, оваламбака-капха снижена. То есть, скорее всего, эта острота процесса будет сопровождаться очень сухим, надсадным, болезненным кашлем. Вот здесь я постаралась собрать все, что можно, да, из разных вкладок. Давайте посмотрим. Если эта ситуация, вот мы видим, да, напряжение идет по меридиану легкого, что свидетельствует о быстроте процесса. А быстроте процесса соответствует и что повышенная прана вата, то есть, напряжение, какое-то выраженное напряжение со стороны работы дыхательной системы. Но при этом оваламбака-капха снижена. Вот, скорее всего, вот такие проявления будут свидетельствовать об остроте процесса у людей-представителей вата. Соответственно, острота процесса, связанная с недостаточным образованием слизи и все, что с этим связано. Если же это будет капхотип, да, возьмем крайнюю ситуацию. Вот такая же ситуация, но у представителей капхотипа. Идет напряжение по меридиану легкого. Прана вата свидетельствует, опять же, о каком-то напряжении со стороны функционирования системы дыхания. Но у представителей капхотипа оваламбака находится в состоянии некоторого такого ингибирования, да, невыраженности. Скорее всего, это уже может свидетельствовать о каком-то затяжном процессе, связанном с тем, что идет плохое отхождение о слизи. Вот мы с вами разбирали, да, слизь-то она как бы и образуется, но она скапливается в виде комочков, в виде таких скоплений, которые очень трудно выделить. То есть здесь уже будет такой как бы вот компонент, связанный с нарушением отхождения о слизи, о каком-то затяжном процессе. Такие, не боя, это все косвенные признаки будут уже проявления бронхиальной астмы. Следующее, что мы сегодня хотели вам рассказать, это общие принципы лечения простуды. Общие принципы лечения простуды, значит, ну, прежде всего, означается диета, которая будет снижать капху. Капху, то есть слизи образования. Посмотрите, пища должна быть, ну, как при любой простуде, как при любом инфекционном заболевании, она должна быть легкой, простой, должна хорошо усваиваться. Соответственно, при простудных заболеваниях лучше всего избегать, как вы видите, молочных продуктов. Сыр, йогурт, молоко, тяжелая, маслянистая, влажная пища, орехи, это все лучше исключить во время болезни, простудной инфекции. Почему? Потому что все эти продукты стимулируют образование слизи. Соответственно, пища простая, легкая, употребление цельных круп, вот то, что в диете рекомендуется во время лечения простуды. Если мы говорим о фитотерапии, то из аюрведических трав, смотрите, применяются такие травы, но мы сейчас говорим в целом, такие как имбирь, корица, пипали, солодка, базилик. Можно использовать легочной тоник, сейчас посмотрим, как можно составить легочной тоник. Все эти составы можно применять в виде отваров, либо это с ги, знаете, это топливное масло, либо с медом, то есть в зависимости от типа конституции. Вот что рекомендуется из трав в применении лечения простудными инфекциями. Посмотрите, какой можно составить тоник для легких. Так как презентация у вас, скорее всего, значит, у вас будет, вы можете это более подробно посмотреть. Давайте я это озвучу. Это корень девесила и корень окопника. Берется в равных количествах по две части того и другого. Добавляется корица и имбирь. Добавляется также солодка, тоже в равных частях, но корица, имбирь и солодка берется по одной части. А теперь смотрите уже для представителей для различных типов. Для капхи лучше добавить гвоздику или аир, для ваты добавляется женьшень, а для питы вместо девесила используется корень лопуха. Вот такой легочной тоник можно применять для лечения респираторных инфекций. Ну и мы также, как и обычно, во всех своих вебинарах, которые мы разбираем физиологические аспекты, затрагиваем какие-то некоторые моменты, связанные с оверведом, мы разбираем фитотоники, то есть травы, которые влияют на систему дыхания. Вот здесь я подобрала такую табличку из некоторых трав, они все влияют на систему дыхания, их можно применять в соответствии с распределением по типам конституции, вата-питакапха. Там, где стоит плюсик, соответственно, этот фитотоник применим, показан, там, где стоит минус, этот фитотоник для данного типа тоши лучше не применять. Такое вот распределение. Я на этом наверное все, что хотела сказать, рассказала. Я всех благодарю за внимание. Если будут какие-то вопросы, у нас еще есть некоторое время, пожалуйста, задавайте. Приведите пример состояния человека с мощностью энергетического поля более 100%. Что имеется в виду? Привести пример иллюстративно показать сейчас нет такой возможности. Если вы увидите во вкладке биоэнергетическое поле мощность его будет допустим составлять, я все-таки отвечу, будет составлять, вы увидите 120, 130, 160%. Картинка, которая располагается рядом, она включает в себя, как вы видели, три эллипса, желтый, зеленый и красный. И вы увидите, что будет появляться в этой картинке. Красный фон, он может быть равномерно распределен, а также может быть в виде некоторых таких отрогов, отступлений. Это говорит прежде всего о напряжении, о напряжении функционирования. Конкретно, если мы говорим о системе дыхания, то дыхание будет, мы видели, распределение будет идти 40, 50, 30, 60%. То есть, это будет говорить о выраженном напряжении со стороны именно функционирования системы дыхания. Соответственно, мы говорим о том, что идет напряжение, говорит о какой-то выраженности и остроте процесса. Это то, что касается дыхания. Увеличение энергетической мощности может быть в самых других различных проявлениях, не связанных с дыханием. Это может быть с напряжением по какому-то другому меридиану. Если вам это интересно, вы можете этот вопрос мне написать в скайп, и мы с вами можем уже приватно посмотреть какую-то конкретную картинку и, соответственно, разобрать какую-то конкретную ситуацию, если вы с ней сталкивались. где можно увидеть величину отжаса. Я тоже думаю, что с Галиной Ивановной мы можем пообщаться, мы с вами регулярно общаемся, поэтому давайте этот вопрос мы с вами обсудим вне темы нашего сегодняшнего разговора. Сейчас я прочитаю. Расскажите, пожалуйста, о правильном дыхании. В период заболевания нос забит и дышает носом. После процедур издаляться ковыста не закапывается. Сразу можно использовать фрагмальное дыхание. А почему нет? Вот одним из следующих лекторов у нас будет Сергей Зинатулин, который будет рассказывать про отличные методики дыхания. Соответственно, вы можете ему этот вопрос переадресовать, но если вы восстановили процесс дыхания через нос, то почему нет? Тем более, что диафрагмальное дыхание – это правильное дыхание. Мы должны все учиться дышать, используя метод диафрагмального дыхания. Я сейчас отвечаю Сергею, почему при гайморите при включении системно-мозологического фильтра рекомендуются молочные продукты? Вчера был пациент. А почему они не должны включаться? Вы задали мозологический фильтр гайморит, у него есть определенный тип конституции, где диета или что? Вы хотите сказать, что при гайморите молочные продукты были выделены жирным шрифтом, что они рекомендовались? Если они там просто перечисляются, это естественно, для данного типа конституции он может быть с любой нозологической проблемой, могут быть любые продукты, но при системно-нозологическом фильтре, мы когда выбираем, некоторые продукты могут быть подсвечены жирным шрифтом, на которые нужно обратить какое-то особое внимание. Но полностью они исчезнуть из этого списка не могут. Всем большое спасибо, мне очень приятно читать отзывы, кому понравилось, я старалась, мне приятно, что есть обратный отклик. Большое всем спасибо, мы с вами встретимся где-то в середине февраля, вся наша информация на сайте, в рассылках. Всем большое спасибо, всех заблагодарю за внимание, до свидания.